Друзья, всем привет! Сегодня мы собираем этот супер-пупер быстрый квадрокоптер. Я уже прикрутил моторы, я уже посадил их на локтайд, собрал центр рамы, остальное мне в принципе не нужно, поскольку я буду использовать свою канапу. Ну, пока вот такая. Сразу липучку, которая нужна, потом поставил ПДБшку, потому что потом будет сложно стирать с размещением липучки, поэтому липучку ставим в первую очередь. Я посмотрел так, чтобы еще не доставал это досюда, чтобы на алюминии ничего не замкнуло, хотя он пока анодирован, и я так полагаю, он не должен пропускать ток, но все-таки может потом стереться что-нибудь. Теперь надо придумать, куда все-таки идти регулятор. Я сейчас подумаю, подумаю, потом подключить камеру, видеопередатчик, и все, больше ничего. Поэтому сейчас главное нам разобраться, куда бы поставить регулятор, так чтобы они хорошо стояли, хорошо обдувались, но имели неплохую защиту. Я вообще, когда рисовал вот эту вот канапу, сделал небольшие вырезы вот здесь вот под эти самые регуляторы, чтобы их туда можно было закрепить, возможно, на стяжке, вот так вот. И здесь отверстие проделать. Возможно, так и сделаем. Так, регуляторами я пока еще занимаюсь. Сейчас я вот здесь вот выпаял все-таки этот шунт. То есть это обычный резистор, на самом деле, просто с очень низким сопротивлением. Теперь зачистил слегка дорожку вот здесь, которая идет, это тоже плюсовая дорожка, и теперь их нужно соединить друг с другом. По идее, проблемам быть не должно. У нас получится такой большой кусок припоя. Сейчас надо только реально аккуратно положить, чтобы ничего другого не задеть и хорошо друг с другом спаять. О, горячая платка, но вот так теперь выглядит у нас переход. Вместо шунта у нас теперь толстенная сопля из припоя, которая должна позволять нам пропускать большие токи без каких-то потерь. Уф, друзья, наконец-то все в кучу спаялось. На самом деле тут достаточно много всякой пайки и еще не очень удобно бывает. Разместил регули я вот так. Один регули вот здесь, другой здесь. И те, что я регулись спереди и сзади, лягут все-таки на конопу вот так поверх, потому что, ну, иначе никак не деться так, чтобы они хорошо обдувались и чтобы они были более-менее защищены. Я тут уже приготовил хомутики, они вот так вот защелкнутся и будут держать вот здесь и вот здесь регуляторы. Теперь нам нужно подключить все сигнальные провода, телеметрию подвести. Вот я уже полетный контроллер залакировал, серединку, по крайней мере, сейчас вот только пятачки снаружи оставил. Будем ставить сюда, подводить питание. Тут еще где-то в комплекте были бобинки, вот такие резиновые. Я их, наверное, тоже поставлю. Я думаю, хуже точно не будет. Ставим подряд, по порядку, на те места, куда нужно, то есть с первого по четвертый моторы и подводим телеметрию. Второй проводок я оставил телеметрийный. Подвели питание вот сюда, то есть здесь у нас раз, два, три, четыре мотора идут и плюс-минус для пяти вольт. Я не хочу Мотэк питать напрямую от сети, мало ли там какие будут всплески. В данном случае лучше перестраховаться и все-таки питать его от бека. Поэтому я пустил от пяти вольт. Теперь нам нужно подпаять телеметрию, которые остались в проводах. Их нужно подпаять на любой UART на RX вход. Вот здесь у нас два UART. Первый, второй. Вот сейчас, наверное, на какой-нибудь из них, на один пятачок, все четыре кабеля нужно припаять. Кое-как припаял вот все четыре вот на этот. Это UART второй, по-моему. Да, вроде второй. Вот сюда припаяли все четыре кабелька. Теперь у нас есть телеметрия со всех четырех регуляторов. Отдельно видим обороты, температуру, питание, ток проходящий и так далее. И вот собрался наш красавец в кучу. После того, как я припаял камеру, припаял видеопередатчик, больше ничего не осталось. Все вроде, в принципе, готово. Я даже припаял Smart Audio от видеопередатчика вот сюда на TX1. Теперь я могу видеопередатчика управлять через OSD. Ну, и будет удобно, не надо будет каждый раз успокоить. Сейчас давайте проверим это все, как работает. Да, все четко. Смотрите, напряжение он видит. Я выставил здесь вот еще температуру регуляторов, обороты, потребление и так далее. Поэтому, если мы заармим его, то мы увидим, например, вот здесь вот текущие обороты, текущую температуру. Что, в принципе, интересненько. И будет, наверное, достаточно комфортно контролировать это все дело во время быстрых залетов. Теперь есть еще одна интересная такая штука. Это microGPS. Я хочу попробовать его в конце, потом попозже куда-нибудь сюда приматерять, чтобы, может быть, им замерять скорость. Пока я буду тестировать, как это все вообще изначально работает. Работает ли он на больших скоростях, 6S трясется, не трясется. Ну, вот вообще тут есть небольшая проблема. Возможно, уже заметили, что регуляторы время от времени дергаются. Что это такое, я не совсем понял. Сейчас протокол выставлен в дешо 1200, то есть все как надо, вроде как все как положено работает. Но раз вот в 2 секунды, в 3 секунды они дергаются. Что это такое, я не знаю. В полете они дергаются точно так же. Поэтому нужно будет посмотреть, в чем проблема. Итак, сколько же наше чудо весит? Я бы сказал, что это довольно тяжелый коптер, судя по тому, как он лежит в руке. Но достаточно такое, 360 грамм. На самом деле это достаточно много. Но учитывайте то, что за весом мы здесь не боремся. Нам нужна достаточно неплохая аптекамость, что я, в принципе, попытался добиться. Мы еще посмотрим, как, возможно, канапу надо будет переделать полностью. Потому что, ну, не совсем то, что надо. Плюс у нас узкие, реально очень узенькие лучи, которые позволяют нам тянуть поток воздуха очень эффективно сквозь них. По поводу твитчей, которые моторы стартовали, не стартовали, я разобрался. Почему? Во-первых, на сайте Motec есть новая прошивка. Betaflight 3.4, которая решает эту проблему. Кроме того, нужно биндиться в режиме D8. К сожалению, на данный момент это проблема с Betaflight, когда у вас не работает смартфорт. Да, телеметрия сейчас пропала. Ну, то есть, частично идет телеметрия самого приемника. Но связи с контроллером напрямую нет. Но зато стабильно работает связь. И, то есть, никаких проблем в этом плане нет. Так, друзья, добрались мы, наконец, до поля. Я сейчас камеру привяжу к голове. Будем смотреть, как эта штука летает. Сейчас я попробую на 4С. У меня еще с собой два аккума на 5С. Я думаю, на первом аккуме я построю пиды, поскольку они, скорее всего, будут высоковаты. Так, все, вроде как все готово. Ну что ж, давайте погазанем разочек. Я уже сразу могу сказать, что у него очень неплохой подхват. Давайте теперь попробуем сейчас в FPV надеть очки и посмотрим, как он летит. Так, вроде все в порядке. Я сейчас надел очки. Давайте попробуем хотя бы кружочек дать. Но я вижу в очках, на самом деле, пока только небо чисто. Очень плавненько идет, хорош. Только угол камеры очень непривычный. Слишком быстро, получается, летит коптер. Да, тут очень другие странные миксы по сравнению с обычной системой, как привык. Из-за того, что сильно отличается угол наклона коптера. Но скорость, конечно, он развивает весьма приличную. Приемник, как видно, работает в порядке, все четенько. RSSi скачет, конечно, но 80-90 вот сейчас вполне меня устраивает. Ток потребления 20-30 ампер. Максимальный газ примерно 107. Учитывая, что я сейчас даю только 40% газа. Вот по прямой был полный. Но быстро эта фигня полетит. Быстро. Очень быстро летает коптер. Я думаю, с посадкой будет проблем. Надо было что-то придумать на этот счет. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Попробуем его посадить аккуратненько. Надо проверить, насколько у нас температура моторов нормальна. Потому что обычно в таких режимах очень часто бывает, что моторы перегреваются из-за высоких пидов. поскольку очень мощные моторы. Так, пора садиться. Но я нихрена не вижу. Ух! Сел. Да, вроде как бы мотор не горячий даже. Нормально, все в порядке. Сейчас поставим другой аккумулятор, посмотрим дальше. Вот эта бандура, эта графен на 1300 на 5S выглядит, конечно, довольно злобно. Но сверху это, в принципе, особо проблемно вроде как не доставляет. Ставим. Теперь пробуем газануть. Ну, моторы крутятся, это уже хорошо. Сейчас попробую взлететь. Очень, очень злобно это прозвучало. Сейчас надеваю очки и пробуем дальше. Чуваку, спасибо, не переехал наш Копта. Давайте пойдем посмотрим, что с ним стало. Ну, он пока не горит, это уже хорошо. Аккумулятор отстрелился, как она поострелилась. Все правильно. Да, друзья, к сожалению, ну, тут небольшие помятости на раме, это ничего страшного. Но мотору пришел кобздец. Как видно, его достаточно сильно выгнуло. И колок. Достаточно неплохо так помяло. Да, ну, у меня есть запасной мотор, пятый. И поэтому, ну, пока живем, пока пляшем. На самом деле, тут много чего сломалось на такой скорости. И так хорошо приложился я в эту штуку, что... А, видеопередатчик где? Видеопередатчик не нашли. Сейчас пойдем видеопередатчик еще искать. Вот так вот эта штука летает. Что я могу сказать? В целом, очень бодренько летит. На самом деле, даже на 4С топит он прилично. На самом деле, пропы вообще не очень. То есть, эта пропа не под него. Под него нужны немножко другие пропы. Какие я покажу, может быть, в следующий раз, когда будем 6 и 8С тестировать. Но пока на 4С он топит очень и очень даже быстро. Теперь наша задача... На 5С мы, конечно, протестировать толком не успели. Но подрыв в визуале был шикарный. То есть, он топит нормально. Надо было газку дать хотя бы разок. Но не успели. Следующая часть этого проекта, это я соберу все заново. Соберу это все в куче, поменяя мотор. И, возможно, попробую попросить кого-то канапу сделать. Если вы, друзья, хорошо рисуете канапы и готовы помочь мне чуть-чуть закруглить эту и втопить регуляторы чуть-чуть поглубже. На самом деле, ну, чертеж в основном, в целом готов. И работы над ним, наверное, не очень много. Я сделал в скетчапе. Могу, в принципе, все расстояния и измерения скинуть. На этом, друзья, все. Если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Если вам нравится этот проект и вы хотите узнать, все-таки, как ужас, максимальную скорость мы добьемся на 5, 6, 7С, наверное, пропустим, 8С, ставьте лайк и пишите об этом мне, долбите меня чаще. На этом все. Пока.